Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом Первый Деловой. В эфире проект «Финансовый акцент», в котором мы говорим о том, как устроена мировая финансовая система и кто диктует ее политику. Как это влияет на экономики разных стран и что необходимо для того, чтобы Украина стала по-настоящему сильным государством. Мы говорим с известными и влиятельными людьми в Украине и за ее пределами. С теми, кто обладает необходимыми знаниями и умеет их применить. Кто способен влиять на ситуацию и принимать решения. У нас в студии правительственные уполномоченные по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Еврозес и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян. Валерий Мунтиян, 52 года, родился в Одессе. Закончил Пушкинское высшее военно-инженерное строительное училище в Ленинграде. Высшие школы хозяйственного управления, спирантуру при Одесском государственном экономическом университете. Академию государственного управления при президенте Украины, Национальную академию обороны. Специалист в области экономики, экологии, проблем безопасности и информационологии. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины. Автор более 260 научных трудов, в том числе 24 монографий и одного открытия. Руководил разработками проектов стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2020 года. И межгосударственной целевой программой инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Награжден орденом за заслуги третьей степени, грамотами исполкома Содружества независимых государств, а также высшей наградой Совета глав государств, грамота СНГ. Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники. Имеет международные награды и звания за достижения в науке. Занимал должности заместителя министра обороны и заместителя министра экономики Украины. В настоящее время правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Еврозес и другими региональными объединениями. Здравствуйте, Валерий Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. И учитывая то, что наш канал смотрят не только в Украине за ее пределами, учитывая важность темы, которую мы сейчас будем поднимать, мы попросим вас традиционно перейти на русский язык, для того, чтобы аудитория наша зрительская была еще шире. Добре. Валерий Иванович, мы в этой передаче хотели затронуть многие вопросы, но в том числе одним из первых вопросов, которые мы хотели бы с вами обсудить, это вопросы евроинтеграции и евразийской интеграции. И начнем с евроинтеграции, тем более, что Еврокомиссия одобрила проект решения Совета ЕС о подписании временном применении, а также о заключении соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Правда, одобрила она его без прогнозирования будущего политического решения относительно возможного подписания данного документа. А вот глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинский высказался значительно более четко. Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли, по его мнению, ближайшей осенью подписано не будет, поскольку Украина на сегодняшний день проделала для этого недостаточную работу. И, Валерий Иванович, исходя из вышеизложенного, по вашему мнению, означает ли это, что на евроамбициях Украины можно поставить крест? Я не думаю, что на евроамбициях Украины можно поставить крест. Вот на еврозоне или в самом Европейском Союзе, я думаю, его поставить можно. Основной фактор времени. А вот за Украиной большое будущее. Потому что сегодня, если Украина сделает правильный выбор, а я считаю, это евразийский выбор, а потом сотрудничество со стороны Европейского Союза, то сегодня в современных условиях некуда больше укладывать ни инвестиций, ни инноваций. У нас уникальная перспектива, у нас громадный потенциал для развития, а у них нет. Мы восходим, а они уже заходят. Что касается Европейского Союза, во-первых, надо говорить правду и только правду украинскому обществу, народу и мировому сообществу. Во-первых, Европейский Союз вступил в стадию стагнации с 2006 года, еще за два года до США. В Европейском Союзе сегодня падение ВВП и планируется в 2013, 2004 и в последующих годах. Европейский Союз выпал из цикла. Он, а, не перешел на инновационный цикл, Кондратьевский, он не перешел на шестой технологический уклад, и самое, он не создал постиндустриальное общество, о чем говорили. Поэтому у них начинается деградация системы. А за нами, если правильно будут сделать выборы, у нас есть необходимые ресурсы, и я думаю, при правильном выборе это у нас еще впереди, а у них этого нет. Кроме того, в духовной сфере, я не буду говорить своими словами, а хочу сказать, что Совет Европы создал рабочую группу, ее возглавляет Йошка Фишер, это бывший министр иностранных дел Республики Германии федеративной. И они пришли к кому-то заключению, что после кризиса 2006 года все эти стандарты, показатели, которые мы аплодировали, и сегодня как флагами идите туда, сегодня их нету, и идут очень опасные тенденции. Резко вырос эгоизм, выросли движения, которые говорят против других наций и народностей, громадное противостояние, иммигрантам просто начинают заявлять, что покиньте нашу территорию. И эти такие высказывания за ихними оценками составляют 30-35%. Это очень опасная тенденция, а мы туда идем. Для чего? А евразийская интеграция, как там стоят дела? Все-таки вот здесь, в Украине, все-таки есть какой-то дефицит информации. Вот постоянный дефицит информации, что там происходит, какие там успехи, как быстро мы сможем подписать какие-то соглашения, там 3 плюс 1 или любое другое. Евразийская интеграция идет на правильном пути. Когда мир сегодня находится на пороге или глобальной войны, или хаоса, то страны Евразийского экономического сообщества сориентированы по правилам. Они строят Евразийский экономический союз, в который они планируют вступить с 1.01.2015 года. Это четвертый уровень интеграции. Значит, то, что они создали уровень интеграции таможенного союза и единого экономического пространства, показало полученные результаты и показало эффекты от интеграции. Когда мир сегодня, реальный рост 2,2%, у них на 32% выше общемировых темпов роста, ВВП. А когда сегодня в Европейском Союзе идет падение и экспорта, и импорта, и сжатие торговых операций, даже непосредственно и такой организации, как ВТО, у них 9,8% роста. Но если быть очень критичным, и я честно откровенно скажу, что страны таможенного союза это как машина с тремя колесами. Одного колеса не хватает. Украины? Да, они могут ехать, но до первого крутого поворота. Я не знаю, кто это будет на повороте стоять. Или Китай, или другой центр ЦИН. Но есть риски. А если Украина будет это спарки, на принципах справедливости, на инновационной экономике, на отношениях толерантности, на тех, что мы уже согласовали на уровне экспертов, преференциях, гарантиях, инвестициях, совместных проектах, совместных программах, совместных предприятий, которые дают возможность поднять экономику, создать рабочие места, без потери суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, это же дается, не меняется, не даются никакие кредиты, а просто дается возможность заработать это все. И мы это уже умели. То я думаю, что это будут машины с четырьмя колесами, которые будут двигаться, несмотря на эти риски. То есть я считаю, нам от этих центров кризиса сегодня надо уходить и делать все возможное, чтобы максимально защитить свои рынки, автоматизировать и переходить на инновационную экономику. Потому что просто соединение оно само собой не даст. И куда мы не вступали, надо украинцам понять. Нам тоже никто ничего за нас не даст. Мы должны быть настроены на нормальную, высокопродуктивную работу. Валерий Иванович, как Вы прокомментируете следующую информацию? 500 транснациональных корпораций контролируют половину оборота торговли и финансов. 3 четвертых мировой торговли – сыровыми товарами. 4 пятых – это торговля новыми технологиями. Если мы говорим о интеграции, скажите, пожалуйста, может мы не с теми интегрируемся вообще, если такие транснациональные корпорации держат в таком объеме и финансы, и торговлю? Ну, то есть конкретный пример. А ведет ли Украина в таможенном союзе, например, переговоры с такими транснациональными корпорациями? Потому что, ну, наверное же, с ними нужно все-таки считаться. И не лежит ли в плоскости работы с такими транснациональными корпорациями, а, по сути говоря, большими финансово-промышленными группами, и сама суть интеграции? Я, честно, я в интернете нигде не нашел информацию, где было хоть что-нибудь сказано о транснациональных переговорах то ли другой компании, которая находится в Америке, в Гонконге, и как они рассматривают таможенный союз, Украину, Российскую Федерацию, вот в своих планах. Я хочу сказать, что действительно, мир сегодня неоднородный, и транснациональные корпорации за счет процессов глобализации вышли за пределы национальной границы. Хотим ли мы этого, нет, но национальные границы размываются. И те цифры, которые вы назвали, это где-то так они отвечают действительности. Сегодня транснациональные корпорации имеют глобальное влияние, даже национальные правительства и другие вещи, политически не говоря уже о торгово-экономических отношениях. И, безусловно, не ориентируются в этом мире глобальном, в Украине. Это будет неправильно. Но для Украины есть и там место. Почему? Потому что сегодня уже новая архитектура. И безопасности, и экономики, и самая новая система координат. Поэтому мы должны разрабатывать этот стратегический план и видеть роль и места Украины. И какое там место Украины? Она же должна показать свои плюсы, свою ценность, свое место в международном разделении труда. Я хочу сказать, что у Украины глобальный потенциал. Почему? Потому что современные вызовы, это такие вызовы, как климатические, экологические, интеллектуальные. Сегодня не хватает интеллектуального потенциала, чтобы с этим и выросли, справиться. И Украина имеет его громадный потенциал, но его надо сконцентрировать на приоритетных направлениях развития. В том числе... Ведутся ли такие переговоры внутри таможенного СУЗа, в том числе Украина, в частности? Хоть один пример. Я рассказываю. Значит, сейчас ведутся переговоры, и это будет правильно. На каких условиях мы пойдем? Или мы будем равноправным партнером, или подсистемным. Равноправным нет, потому что трассно-национальные корпорации в Украине нет. В Российской Федерации есть. Газпром, Роснефть, другие, которые все представляют, в том числе нанотехнологии. Так я думаю, что нам сначала надо интегрироваться для того, чтобы мы запустили работу экономики. Сейчас брать такую высоту, которую нас заранее не возьмут, а затраты будут большими, и те ожидания, которые мы хотим получить, не будут, это неправильный путь. Поэтому я думаю, давайте скоперируемся с теми, где у нас одинаковые технологические цепочки, где у нас общий рынок, где мы можем получить ресурсы по внутренним ценам, где мы можем обеспечить самый главный уровень, это что? Это стабилизация макроэкономической системы. Это сбалансировка, то есть ликвидация структурных диспропорций, потому что наша экономика уже 22 года находится в кризисе, системном кризисе. Вот это сначала надо ликвидировать. А если мы не видим с кризиса, ни с нами, ни лично, куда же мы можем идти, если мы больные? Валерий Альбович, что касается структуры экономики, у нас мало времени, первая часть остается. Вот ваше личное мнение, что произошло с Кипром? Ведь, в принципе, в большом счете, многие аналитики говорят, что та борьба с офшорными счетами, которая, по сути, называется экспроприацией, в буквальном смысле слова, была направлена прежде всего против Российской Федерации и Украины. По разным расчетам, Российская Федерация потеряла до 100 миллиардов долларов, Украина 15 миллиардов долларов. Если мы говорим о структуре экономики, она, мы уже с вами разварили в нашей передаче, она не меняется. То есть наш капитал уходит за границу, он приходит к нам в лучшем случае в виде тех же инвестиций. Мы ничего не меняем. И этот пример, он случайно не показывает нам, вернее, тот же ЕЦБ, не показывает ли нам, что мы что-то неправильно делаем, в конце концов. Показывает, правильно. И даже воспитывает, может, нас таким образом? Конечно. Это еще раз подтверждает, что мы должны быть умнее. Эти сказки, которые нам рассказывали, рисовали, это пример, что туда идти нельзя. Почему? Потому что для нас это может обернуться катастрофой. Мы не подготовлены, мы не готовы. И верить в слова, еще раз подтверждать, нельзя. Действительно, не только нас не предупредили, Российскую Федерацию не предупредили. Значит, на Кипре находилась в офшоре, но, во-первых, создана офшорная система, она не нами создана, а развитыми странами мира, в том числе, в Соединенных Штатах Америки. Сегодня из бедных стран через разные сгорые манипуляции, в том числе подкуп национальных элит, 500 миллиардов долларов перекачиваются в офшорные банки. Что касается Кипра, там депозитов было до начала этого кризиса, 124 миллиарда. Ну, без такой депозитов другие. Российская Федерация оценивается больше 70 миллиардов капитала. Значит, какие причины? Разные причины. Есть причина такая, что это комплексная. Ну, во-первых, начали показать, и действительно рули. И далее, как говорится, на место поставили и Российскую Федерацию, и Украине дали пример, и другим странам. Но вместе с тем, его взял по себе Европейский Союз. Раз. Во-вторых, там есть причина, что на Кипре были обнаружены реальные ресурсы. Громадный запас 1,7 триллиона метров кубических газа, и где-то 340-360 миллионов непосредственно нефти. То есть его финансово наказали? Да, и нет. А теперь еще надо как-то ее забрать за какие-то расценки. То есть, в принципе, подтверждается сговор, и что экономика работает, не все в правительстве, зависит. То есть есть центры, в том числе транснациональные корпорации, о которых мы говорили, для которых главная прибыль. То есть идет либеральный капитализм. И там все измеряется только деньгами. Есть также фактор, я вам скажу, христианства. Почему? Потому что две страны больше всего пострадали, они не сами были плохие. Это Кипр и Греция. Есть российский фактор и многие-многие другие. То есть здесь надо комплексный, системный подход. Здесь есть как на духовном уровне проблемы, так чисто финансово-экономически. Я думаю, может быть даже влияние той же самой Федеральной резервной системы. Есть еще один момент, ведь Кипр, по сути, это не единственная офшорная зона в мире. Правда, существуют и другие, но мы видим, что сейчас с такими серьезными проблемами столкнулись именно на Кипре. Об офшорных зонах и не только. Мы продолжим говорить во второй части нашей программы. Эту часть мы должны заканчивать, но буквально через несколько минут мы вернемся в студию, поэтому дождитесь и не переключайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова